Еще пять минут назад я даже представить не могла, что я и моя собака в чужой стране окажемся в такой опасности. Собака закрыта в машине, мужик реально замахивается и готов ударить, он очень агрессивный, может он сейчас вообще каким-то позвонит своим братанам, они приедут и начнут нас всех бить. У Юми чутечка, она сбежала от меня, она с этими кобелями. Через время я обнаруживаю, что она беременна, она рожает непонятных щенков. А че вы такие тяжелые-то, а? Привет, я Анимэджик, со мной тут мои питомцы. Если вы подписаны на мой телеграм, то вы в курсе, что сегодня будет очень эмоциональное видео. А если не подписаны, то обязательно подпишитесь, тем более там скоро будет розыгрыш для вас от меня. С вами можно бицепсы накачать. Ну и на канал тоже подписывайтесь, ставьте лайк и продолжайте писать свои вопросы в комментариях. Ну что ж, мне наверное уже скоро можно делать рубрику «Три страшные истории с моими животными, которые приключились за последнее время». Да, и это правда так. В нашей жизни что-то происходит, не все я всегда успеваю сразу рассказывать. Поэтому обязательно на телеграм подписывайтесь, там по крайней мере самые последние новости. И там же новости не только про нашу жизнь, но и про мою личную жизнь, в том числе про музыку, которой я занимаюсь. Очень скоро выйдет мой первый трек «Головоломка» и потом треки будут выходить очень часто. Но сегодня не об этом. Начнем, наверное, с лайтовенькой, да, ситуации, которую я не могу сказать, что она прям очень-очень страшная. Короче, происходит обычный день, ничего страшного, ничего ужасного. Проснулись, покушали, все поделали. И я себе занимаюсь своими делами. Ну, иногда так бывает, что Софи или Юмичу, ну или там киса-лиса, неважно кто из животных, да, кто-то уходит куда-то спать. Где-то спит. Иногда просто у Софи есть манера спать, например, под диваном, под кроватью, залазить туда далеко. Кстати, я сейчас поняла, что у меня есть еще одна жуткая история, связанная на эту тему. Я вам ее вот сюда же сразу, да, с него начнем, с этого начнем. Спокойно, Аня. По-моему, если я не ошибаюсь, я даже монтировала видео или делала что-то такое, когда я погружена в процесс и не обращаю внимания на то, что происходит вокруг. И вот наступает какой-то момент, когда я понимаю, что мне нужно пойти гулять с собаками. Я зову Софи Юмичу, и просто никто не выходит. Просто тишина, не звука. Я начинаю бегать по дому и их искать. Туда заглянула, сюда заглянула, туда, где они обычно бывают. И понимаю, что их там нет, они как будто исчезли. Просто вот взяли, собаки были и утром, и испарились. Я чувствую, как жар по мне бежит. Логически я должна понимать, что собаки где-то, конечно же, здесь, да, они где-то в помещении. Но почему-то на меня нападает паника. Я подумала потом, что на самом деле я испытала ужас, потому что я подумала, что с ними что-то случилось. Я бегаю, зову Софи Юми, Софи Юми, Софи Юми, Софи Юми, Софи. И на меня никто не реагирует, как, в принципе, и сейчас, видимо, да? Я настолько испугалась, что что-то произошло, как бы, хотя ничего в доме, да, не может произойти, что у меня в голову закралась мысль, что я утром, когда ходила с ними гулять, просто зашла домой и закрыла дверь перед ними. Ну, то есть, вот, настолько я уже обезумела от этого, что, конечно же, логически, но такого произойти не могло. Я не могла их не запустить домой, я стала вспоминать. Ну, да, конечно, они забегали, я снимала поводки, все было нормально. Я в панике и реально начинаю думать, ну, окей, если они не там, где они могут быть, значит, они там, где их не может быть. И тут, когда я говорю еще раз, Софи Юмичу, и тут я слышу лайк, кто-то лает где-то, и я такая, ху, они где-то тут. Я понимаю, где они лают, я открываю дверь в туалет, а они сидят в ванне, они сидят в туалете. Я их там закрыла. Находясь в каком-то своем процессе, сходила такая в туалет, что-то поделала, они за мной пошли и остались там, а там такой теплый пол, ковричек, они, видимо, там остались, и себе спокойно лежали. Я закрыла дверь и ушла. Да, это жуткая история именно в плане моего состояния, то есть с ними-то все было нормально, но было на вот этот период короткий времени реально очень страшно. Не знаю, было ли у вас такое, расскажите в комментариях, если какие-то такие дебильные, странные ситуации происходили с вами. И вот связанная с ней и с диваном. София очень часто любит спать под вот этим вот диваном, а он раскладной, то есть у него вот так вот вытаскивает штука и задвигается. И она что делает? Она проходит и ложится туда к стене. Она любит какие-то закрытые такие пространства, закрытые домики, куда можно залезть. И вот, ну, ей нравится там, ну, нравится и нравится. Но это к теме тоже моей такой безответственности. Я знаю, что ей там нравится, и мне в голову не пришло, когда я решила сложить диван, что там может быть София, а еще и Юмичу. Они обе туда залезли. Я просто беру вот так вот диван и начинаю задвигать. И я понимаю, что там что-то шевелится. Причем они не дали ни звука, никто не пискнул, никто не визгнул. Просто я понимаю, что там началась какая-то шерудиха. И я так просто в эту секунду, как господи, я быстро выдвигаю диван. Они такие выбегают в шоке вообще, что произошло. Они там спали и их просто начали прижимать. Не сильно их там зажало, не резко, но как бы это стрёмная ситуация. И я за них испугалась. Потом они когда выбежали оттуда, вот так вот как тарахашечки разбежались, я подбежала, проверила их, все у них нормально, все целы, живы, здоровы. Теперь я уже четко каждый раз, когда собираюсь сложить диван, такая, София, Юми, вот все тут, все на месте, окей, и тогда только задвигаю диван. История номер два, которая на самом деле очень нервительная, очень стрёмная. Я никому такого не пожелаю. Она жуткая и в плане меня, и в плане Юмичу. Я очень переживала, я вообще стрессанула дико. Я даже сейчас рассказываю и понимаю, что у меня уже как будто такое дыхание начинает ускоряться, я начинаю переживать и нервничать. Да. Вы в курсе, да, что мы с Юми путешествовали по Мексике, и вот в последний практически период нашего путешествия, это было прям за несколько дней до вылета, случилось такое. Мы взяли такси. Давайте немножечко издалека. Мы поехали в такое место, где дом недалеко от пляжа, и там случился ураган, ураган Лидия он назывался. Я никогда в жизни не готовилась к урагану, это долгая история, но собаки, точнее Юми была со мной, и реально там случился дикий ураган, не так, как я ожидала, то есть там дом там не снесло, потому что хозяева этого дома сказали чуть ли, не чуть ли, а пришли реально и поднимали мебель на второй этаж, потому что сказали, воды будет вот так, вас здесь всех затопит, вы тут вообще умрете, капец, тут будет жесть. Но я рискнула и осталась, потому что уезжать было вообще не вариант, потому что ехать обратно было настолько долго, что мы могли попасть в адский ураган на чужой машине, на такси каком-то, непонятно где, потому что там реально сносило дороги, то есть там прям жесть была. Я здесь покажу просто кадры того, что, ну, я, конечно же, анимеджик настоящий, я поперлась после урагана еще, даже когда он кончался, поперлась поснимать на пляж, что же там происходит, там все затопило, там прям реально была жесть, я даже потом видела на пляже, как валялось крыльцо от чего-то дома, то есть настолько был разнос, но нас этот ураган практически обошел, был очень сильный дождь, летали кокосы, пальмы, шумели, все вот это вот ужасное происходило, но речь не об урагане совсем, там просто деревня глушь вообще, и хозяйка этого дома, даже не хозяйка, а помощница хозяйки, которая работает, да, над этим домом, я попросила ее вызвать машину, она позвонила какому-то чуваку, приехал какой-то таксист, который должен был нас отвезти до автобусной остановки, и уже там мы сядем на автобус и поедем в город, в котором мы находились. Так вот этот таксист, он опоздал, он опоздал на 20 минут, и в итоге мы опоздали на автобус, и потом он заломил очень большую сумму за вот эту поездку, хотя столько это не стоит. Нужно соблюдать это правило, которое я не соблюла, потому что я никогда в такие ситуации не попадала, я безумно перепугалась за Юми, в общем, мы долго с ним ругались, и суть была в том, что мы опоздали на автобус, и следующий автобус ждать еще 6 часов, у нас были какие-то вещи из сумки, и Юми Чу у меня была в переноске. Мы пытаемся как-то договориться, а он, очевидно, прям агрессирует, его явно бесит вся эта ситуация, хотя прокосячился он. Юми восстается в машине, и какая-то еще сумка, и вот мы все это достаем, пока мы это достаем, что он делает? Он берет и закрывает машину, ну вот на вот эту пикалку, так что машину не открыть снаружи. Он закрывает мою собаку в машине, то есть вещи какие-то там еще есть, но вопрос ведь не в вещах, если он уедет, если он обидится, или там как мексиканцы могут сделать, если он типа просто вот разозлится, и уедет, он уедет с собакой. Мы такие типа вызывайте полицию, он полицию, конечно, не зовет, и еще говорит там типа, если вы вызовете полицию, проблемы будут у вас, не у меня, у вас будут проблемы. А ему вообще пофиг, он такой заплатите мне деньги, и все. И в какой-то момент мы даже начали снимать это на камеру, потому что, ну, чтобы подтвердить как-то происходящее действие. Он прям реально, вот когда на него направили камеру, он стал просто замахиваться и хотел ударить. Еще пять минут назад я даже представить не могла, что в моей жизни такое произойдет, и что я и моя собака в чужой стране окажемся в такой опасности. Собака закрыта в машине, мужик реально замахивается и готов ударить, он очень агрессивный, может он сейчас вообще каким-то позвонит своим братанам, они приедут и начнут нас всех бить. Ситуация очень стрёмная, и я понимаю, что мне важнее сейчас то, что происходит с Юмичу, а не деньги. Реально нужно ему отдать бабки, просто пусть валит и отдаст собаку. Мы просто отдали ему деньги, сколько он хотел. Конечно, будь я в другом положении, например, там в России, да, наверное, я бы стала вообще по-другому себя вести. Не будь жара, не будь собака в машине без кондиционера, то есть я бы разбиралась. В чем урок, запомните, никогда, никогда не оставляйте в таких ситуациях свою собаку в машине у какого-то таксиста, никогда не оставляйте, даже если на пять минут вы выходите из машины, чужой, с такси там, или куда-то, не оставляйте свое животное в этой машине, потому что мы не знаем, кого мы можем встретить, какая ситуация может, как она может перевернуться. Реально, я просто меня этот опыт очень сильно научил, и я больше никогда так не сделаю. Что-то я разнервничалась. Третья история. Сердечко бьется у моей Софиши, наша сердечница бабуля. У Юмичу случилась течка. Я ее до сих пор не стерилизовала, если вы смотрели наш ролик «Вопрос-ответ». И, соответственно, у нее иногда случается течка. И для тех, кто не в курсе, предварительно расскажу, что такое течка. Течка – это менструация у собак, да, у разных, у всех по-разному проходит. У Юмичу вообще практически незаметно, поэтому очень сложно определить, что у нее течка. То есть нужно прям наблюдать, следить. Не всегда это можно заметить. Во время течки собаки у них гормоны играют, и они очень, ну, относятся к собакам-мальчикам так, как бы они хотят продолжение рода, да, они хотят с мальчиками сделать детей. И поэтому нужно быть осторожными, когда вы гуляете с собакой, когда у нее течка, потому что может случиться случайный контакт. Мы жили тогда в доме, у которого в частном доме, не в квартире, и у нас не было ни лифта, ни ничего, чтобы преодолевать какие-то препятствия для выхода из дома. Ни лестницы, ничего. У нас просто вот дом большой, и заканчивался он тем, что ты открываешь дверь и просто выходишь на улицу. Я собираюсь с ней идти гулять, я подхожу к двери, я уже там оделась, взяла поводок такая, как бы собираюсь потихоньку, что-то хожу в носу, ковыряю, простите, открываю такая дверь, и Юми выскакивает вперед. То есть в норме она себя так не ведет. Она иногда, конечно, начинает, когда у нее приход непослушания, она может выскакивать вперед, я ей сразу говорю, эй, она возвращается, и как бы я надеваю поводок, все. А тут она выскакивает вперед на улицу, и я такая, что происходит вообще? У них там гормоны так играют, что они себя не контролируют. Юми выбегает на улицу, вперед меня. Я ее зову, а она не идет. А она просто выбежала, и такая шурует по улице, бежит, и вижу в этот момент, что по улице идет парочка собак каких-то, без поводков, без ничего. Я смотрю, она бежит к тем собакам, а она радостно бежит, ей вообще пофиг на то, что я говорю. Я кричу ей на всю улицу, просто Юмичу, и добегает до тех собак, и они начинают там вот так вот нюхаться, обнюхиваться, обнюхиваться, и я понимаю, что это мальчики. Очевидно мальчики, очевидно кобели, которые начинают ее вынюхивать, что-то там делать. И я от своих знакомых даже слышала такие истории, что реально они шли с собакой, собака срывалась, например, с поводка, убегала вообще от них, потом возвращалась домой, а через время они понимали, что она беременна. Вы представляете, да, какая у меня в этот момент в голове фантазия? У Юмичу течка, она сбежала от меня, она без поводка, она с этими кобелями, которые непонятно, что с ней делают. Через время я обнаруживаю, что она беременна, она рожает непонятных щенков, я это все вижу, я бегу просто, как нереально, кто с этим поводком, я им машу, я ору, моя задача, чтобы они от нее отцепили, чтобы они ушли. То есть я вижу прям, как они ее такие обнюхивают всю-всю, а она с радостью такая им ля-ля-ля, попку подставляет, такая хвостиком крутит, сюси-пуси. Просто, чтобы вы понимали, когда у собаки течки нет, она так себя не ведет. Нормальная собака всегда отнекивается, отбрыкивается от кобелей, ну, как бы, если они не просто играют. Но я правда слышала, что во время течки у собак животный инстинкт намного выше, чем хозяин и дрессировка. То есть он вот здесь, инстинкт размножения, инстинкт вот этот природный, гормональный, он просто затмевает голову, он бошку уносит, и собаке все равно вообще на какие-то команды, она просто не понимает, что ты от нее хочешь. Короче, она побежала с этими собаками, я за ними, они от меня, я за ними. Мы вот так вот по улицам бегаем, я думаю, ну ладно, окей, в какой-то момент они устанут, пока они от меня убегают, они продолжают к ней как-то приставать, а она продолжает как-то к ним тоже оказывать знаки внимания, подставляться там и все такое, и я просто вот так поводком машу. В какой-то момент просто я говорю, стоп, я вот так набрасываюсь, хватаю ее на поводок, и в руки, и такая, все, валите отсюда, все, такая, размахиваю ногами там, уходите. Но мы реально учимся, либо на своем опыте, либо на чужом, учитесь на моем, ребята, не зря я веду каналы, подписывайтесь на телеграм, там все новости, в субботу ролик.